МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Глава Чуваши Михаил Игнатьев и председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы России Виктор Пинский обсудили реализацию проектов «Единая Россия» и вопросы подготовки к выборам 2016. Глава Чуваши отметил, правительство и госсовет республики завершили работу над бюджетом следующего года. Главный финансовый документ по-прежнему социально ориентирован. В приоритете задачи поставлены и президентом Владимиром Путиным послания. Виктор Пинский рассказал о подготовке к праймерис по выборам в Госдуму 2016 года. Виктор Пинский принял участие и в региональной партийной конференции, где выбирали делегатов на 15-й съезд «Единой России». Он пройдет в феврале будущего года. К другим новостям. Правительство Чуваши обсудило сегодня перспективы выполнения некоторых государственных программ. В этом году республика плотно поработала с Минфином России для привлечения дополнительных федеральных средств. Как результат, несмотря на общее сокращение расходов госказны на 10%, бюджет Чуваши снижения не почувствовал. Буквально сегодня на федеральном уровне принято решение о выделении дополнительных средств нашему региону. Один миллиард четыреста пятнадцать миллионов рублей. Из них бюджетный кредит из федерального бюджета 768 миллионов. Безвозмездные субсидии 646 миллионов 936 тысяч рублей. Почему я говорю? Потому что карандашом они были. В третьем течение Государственного дома практически рассмотрел этот бюджет. Президент подпишет, будет обнародован. Бюджетный кредит пойдет на замещение коммерческих кредитов. 363,5 миллиона предназначено для строительства хирургического корпуса онкодиспансера в Чебоксарах. 155 миллионов направят на жилье для ветеранов. 116 миллионов на агропромышленный комплекс. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, до 2020 года продлили федеральную программу жилища. А это значит, в следующем году жители Чуваши смогут участвовать в подпрограмме обеспечения жильем молодых семей. А вот затраты перевозчиков, которые с апреля, по утверждению специалистов, серьезно выросли, бюджет республики самостоятельно покрыться не сможет. Речь о пригородном железнодорожном транспорте. Еще недавно экономически обоснованный тариф за 10-километровую зону составлял 46 рублей 4 копейки. Из них пассажиры платили 27 рублей, остальное компенсировал регион. Теперь перевозчик настаивает на сумме в 58 рублей 30 копеек. В целях недопущения резкого роста тарифов для пассажиров предлагается установить на 2016 год тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении с ростом на 10% или 30 рублей за одну 10-километровую зону. За счет округления до целого рубля фактически рост составит 11,1%. И при средней дальности поездки пассажиров 32 километра прирост платы составит 9 рублей 60 копеек за одну поездку. Накануне праздников говорили и о суррогатном алкоголе. После недавних случаев отравления правительство планирует предпринять ряд защитных мер, чтобы в торговые сети предприятия общепита не попали поддельные алкогольные напитки. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Минсельхоз России готов усилить господдержку молочной отрасли, в частности увеличить компенсацию прямых затрат на строительство молочных ферм с 20 до 35%. Об этом министр Александр Ткачев заявил, выступая в Госдуме на правительственном часе. По оценкам Минсельхоза, для интенсивного развития молочной отрасли надо увеличить поголовье коров на 1 миллион голов. Это позволит через 5 лет произвести около 37 миллионов тонн молока в год, тем самым увеличить производство на 6 миллионов тонн. В настоящий момент дефицит молока оценивается в 8 миллионов тонн. Минсельхоз России предлагает вдвое увеличить размер гранта начинающим фермерам на создание молочных ферм с 1,5 до 3 миллионов рублей. В Государственной службе Чувашии по конкурентной политике и тарифам разъяснили, как будут меняться тарифы на услуги ЖКХ в следующем году. В ближайшие полгода их стоимость не изменится, а с июля запланировано повышение, разумеется, в пределах максимальных индексов изменения размеров, вносимой гражданами платы. Они установлены соответствующим указом главы Чувашии. Цены на услуги ЖКХ в Чувашии в соответствии с законодательством вырастут с июля 2016 года. Стоимость коммунальных услуг в среднем увеличится на 4-6 процентов. Тарифы на воду на 25. В некоторых районах и городах, где запланирован ремонт и модернизация водопроводных сетей, этот процент будет еще выше. В Чебоксарах и Новочебоксарске, например, конечная сумма в платежке вырастет на 8 процентов, а в Ибресих на 12,5. Компенсацией для малоимущих граждан станут меры социальной поддержки. По факту 10 месяцев 18 527 семей получили субсидию. И среднемесячный размер субсидий сегодня составил 885 рублей 54 копейки. Сегодня в Чебоксарах начали реконструировать московский мост. Завершить работы планируют только через три года. Каким он станет, первым делом показали пишущие братья и главе администрации Чебоксар Алексею Ладокову. Подробности в следующем материале. На набережной Чебоксарского залива буквально за ночь обустроили строительные вагончики и разместили необходимую технику. Первый этап – установка набивных свай. В следующем году планируют приступить к возведению опор. При строительстве моста подрядчики используют высокопрочную арматуру. Полностью монолитная конструкция моста, не сборная, как сейчас. Ну, что, соответственно, увеличит срок эксплуатации этого сооружения. Лет на 70. В проекте все предусмотрено. И мы пересыпаем здесь залив, делаем технологический проезд, что позволит нам построить этот мост. Сначала над заливом возведут первую часть моста, вторую проложат на месте существующего. Уже через три года здесь будет действовать шесть полос, по три в разные стороны. Стоимость проекта превышает полтора миллиарда рублей. Глава администрации Чебоксара Алексей Ладоков отметил, что сбоев при финансировании строительства возникнуть не должно. Мы надеемся, что обязательства федерального бюджета будут выполнены. Надеемся, что республиканский бюджет и городской также сделают все необходимое софинансирование. На сегодня мы подчеркиваем, что средства из федерального бюджета пришли. Указ президента страны реально выполняется. Благодарны главе республики, правительству Чебоксарской республики за то, что оказали софинансирование, выделили средства. Реконструкция московского моста – приоритетный проект. Средства выделяются в рамках подготовки к 550-летию Чебоксара. Таких объектов уже десятки лет не строилось на территории города. Но сегодня мы должны пройти через это. Движения по мосту перекрывать не будут, а вот жителям города придется ограничить прогулки по заливу. Часть пешеходной трассы будет закрыта. На все время реконструкции моста. Дмитрий Ковалев, Ироссель Мухаметов. Республика. О готовности предприятия «Чувашия» трудоустроить молодых специалистов, а также о проблемах профессионального образования, говорили участники «Круглого стола». Он прошел в стенах Чувашского государственного университета. С каждым годом молодых специалистов, которые испытывают проблемы в трудоустройстве, становится все меньше. Это говорит о качестве подготовки кадров, отметил министр труда Чуваший Сергей Дмитриев. По данным Минобразования, в этом году из 5000 выпускников не нашли работы около 90 человек. Большинство из них в базе данных профильного ведомства. Кроме того, дополнительно во многих учебных заведениях работают свои центры по содействию трудоустройству. Создан банк вакансий. Наша основная задача – это помочь жителям республики трудоустроиться, а работодателям найти работников. Ежегодно мы ставим перед собой цифры. 42 тысячи граждан мы трудоустраиваем. Различные услуги от органов службы занятос населения получают более 80 тысяч граждан. Проблемы с трудоустройством выпускников все же имеются. Отсутствие опыта работы по специальности, незнание рынка труда, несоответствие требованиям работодателей. Чтобы соединить интересы вузов и предприятий, в республике существует система договорных отношений. Многие профильные предприятия успешно сотрудничают с учебными заведениями, такие как Химпром, Брестлер, Четра. Сюда студенты приходят на практику уже с первых курсов и имеют возможность остаться работать в штате. Я абсолютно уверен в том, что молодые люди, выпускники данного университета, других учебных заведений, ориентируясь правильно на рынок труда от спроса и предложения, выберут правильную профессию и они обязательно самореализуются. Вот это главные ключевые факторы. Немаловажно и то, считает Михаил Игнатьев, что предприятия Чувашии в области машиностроения и электротехники известны на российском и международном рынках. Качество их продукции не вызывает сомнений у специалистов, так что работать на них весьма престижно. Еще одну серьезную проблему затронули участники кругового стола. Это отток умов. Некоторые молодые люди уезжают на работу в другие регионы сразу после получения диплома. Здесь на первый план выходит профориентационная работа. На базе ЧГУ работает Центр молодежного инновационного творчества для школьников и студентов. Мы совершенно убеждены сегодня в университете, что профориентация молодежи, их ориентирование на предприятие Чувашской республики должно начинаться со школы. Сегодня мы видим, что есть результаты. Пришли участники кругового стола и к еще одному важному выводу, связанному с компетенцией вузовских педагогов. В предприятии работодатели считают, что и вузовским преподавателям следует периодически проходить регулярную практику на предприятиях. Технологии очень быстро идут вперед. И во всех сферах деятельности на любом предприятии востребованы обучаемые именно люди с высокой культурой. Объединив усилия всех заинтересованных структур, можно рассчитывать на результат. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Возможные направления поддержки Чувашской литературы глава Чувашия Михаил Игнатьев обсудил с писателем Михаилом Юхмой и председателем Чувашского национального конгресса Николаем Угасловым. Говорили о том, какие результаты принес уходящий год литературы. Глава Республики выразил благодарность Михаилу Юхме и Николаю Угаслову за эффективную работу по сохранению и духовному обогащению Чувашского языка и Чувашской культуры. Призвал к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Подарки для детей Юго-Востока Украины вновь собрали в Чувашии. Машина с новогодним грузом выехала сегодня в Ногинский спасательный центр МЧС России, где будет сформирован общий гуманитарный конвой для отправки в Донецкую и Луганскую области. Всего в рамках благотворительной акции органами исполнительной власти Чувашской Республики и главным управлением МЧС России по Чувашии собрано около полутора миллионов рублей. На эти средства сформированы около пяти тысяч новогодних подарков. Все они вскоре найдут своих адресатов. В 2016 году у Чувашии появится еще одна столица – новогодняя. Ее выберут в рамках республиканского конкурса «Новогодняя столица». Города-конкурсанты должны с 9 декабря до 11 января отправить заявку и требуемые материалы в Министерство культуры Чувашской Республики. Три основных номинации – «Лучшее оформление центральной новогодней елки», «Лучшее новогоднее мероприятие» и «Лучшее зимнее спортивное событие». Победителя определит интернет-голосование, которое пройдет с 13 по 20 января. Конкурсанты с наибольшим количеством голосов станут победителями в своих номинациях. А звание новогодней столицы получит город, набравший максимальное количество голосов во всех трех номинациях. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин